Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или уже находитесь там? В любом случае стоит подготовиться. Привет, меня зовут Эмира, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constanta, посвященных легализации иностранцев в Беларуси. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация, и мы хотим вам помочь. Сегодня я расскажу вам про особенности трудоустройства иностранцев в Беларуси. Вы зарегистрировались. Что дальше? Итак, что необходимо знать иностранцу при устройстве на работу в Беларуси? На работу могут принять как иностранцев с видом на жительство, так и временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси. Про это подробнее смотрите в нашем предыдущем ролике или на сайте. Если вы только приехали в Беларусь, то сначала вам нужно оформить временную регистрацию, а затем, видимо, вы задумаетесь о заключении трудового договора с работодателем. Бонус трудоустройства в Беларуси дает вам основания на получение временного разрешения на проживание. Какие же документы необходимы для заключения трудового договора? Для заключения трудового договора с работодателем вам понадобится Первое. Документ, удостоверяющий личность. Это обязательно. Для постоянно проживающих в Беларуси иностранцев это ВНЖ. Если вы беженец, удостоверение беженца. Временно проживающие и временно пребывающие в Беларуси предоставляют документ для выезда за границу. Это может быть национальный паспорт или загранпаспорт. Второе. Нужна трудовая книжка. Если вы впервые устраиваетесь на работу в Беларуси, то трудовую книжку для вас заведет сам работодатель. Если у вас уже есть трудовая книжка, оформленная в вашей стране, можете показать ее в Беларуси. Третье. Также необходим документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы. При приеме на работу, где требуется специальное образование, вам нужно подтвердить, что у вас есть такое образование. Например, диплом об окончании высшего учебного заведения. Если он выдан не в Беларуси, то придется легализовать его, получив свидетельство от Министерства образования. Если между вашим государством и Беларусью заключено соглашение, отменяющее требования в получении такого свидетельства, то делать ничего не нужно. Но документ об образовании в любом случае стоит перевести на русский или белорусский с нотариальным заверением. Без легализации на территории Республики Беларусь признаются документы об образовании, выданные в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, в России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Будьте внимательны. Для трудоустройства по педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической специальности процедура признания документа об образовании обязательна. Но это еще не все. Также для заключения трудового договора с работодателем вам понадобится Первое. Страховое свидетельство. Ваш первый работодатель в Беларуси должен сам оформить его в Фонде социальной защиты населения. Второе. Медицинская справка о состоянии здоровья, хотя она нужна не всегда. Третье. Другие документы, имеющие отношение к работе, если это предусмотрено белорусским законодательством. Например, водительское удостоверение, сертификат о специализации и так далее. О таких документах вам также должен сообщить работодатель. И четвертое. Не забудьте про договор обязательного медицинского страхования или страховой полис. Гражданам некоторых иностранных государств это не обязательно. Например, гражданам стран СНГ скорая и неотложная медицинская помощь на территории Беларуси оказывается бесплатна. Также имейте в виду, что работодатель должен получить специальное разрешение для найма иностранных граждан. Но для приема на работу граждан России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, а также иностранцев, получивших статус беженца, дополнительную защиту или убежище в Беларуси, получение специального разрешения не требуется. Более детально с исключениями из правил можно ознакомиться на нашем сайте или обратившись в нашу приемную по электронной почте или по телефону. Наниматели, привлекающие на работу украинских граждан, прибывших в Беларусь как до, так и после 24 февраля 2022 года, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу специальных разрешений. Трудовой договор в Беларуси заключается на русском и или белорусском языках. Если эти языки не являются для вас родными или понятными, то трудовой договор будет заключен также на родном для вас языке. Будьте внимательны и проверьте. Трудовой договор должен содержать такие обязательные условия, как порядок, основание прекращения, изменение и продление договора, условия переезда иностранца в Беларусь, его проживание, питание и медицинского обслуживания. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в нашу общественную приемную по электронной почте или по телефону. А мы продолжим информировать вас про то, как легально находиться и трудоустроиться в Беларуси. Более детальную информацию о регистрации иностранцев в Беларуси вы можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Удачи!